Все ледяные горки в Бурятии пройдут обязательную сертификацию. С этого года для безопасности детей Гостехнадзор Республики поставил жесткие условия для строителей и управляющих компаний. Теперь, чтобы во дворе появилась горка, необходимо пройти несколько процедур. Как получить сертификаты, кто будет следить за законностью зимних сооружений, расскажем далее. Начало зимнего сезона в Улан-Удэ начинается не со строительства горок, а с их демонтажа. Управляющие компании по всему городу получили письма от Гостехнадзора. Все ледяные горки теперь приравниваются к аттракционам и должны соответствовать ГОСТу. Республикация аттракционов без их регистрации не допускается. За эксплуатацию зимних горок без государственной регистрации предусмотрено не сойти на перестанцию в виде штрафа. Дорожные лица от 20 до 30 тысяч, а юридические лица от 100 до 300 тысяч рублей. Сама регистрация займет около пяти дней при наличии всех документов. Их должен утвердить эксперт и присвоить горке один из трех классов опасности. Главная задача – уменьшить травматизм среди детей. Мы почему ставим? Потому что у нас два года назад был же инцидент, было же резонансное явление, как взлет леких батутов. А мы не хотим это повторить. Мы хотим как бы опередить. Ну ладно, много вопросов будут. Много этих, как говорится, противоречий будут. А зачем нам ждать следующего ЧП? Удастся ли избежать ЧП, если дети сами будут находить стихийные места для катания? Ведь из-за высоких штрафов, госпошин и сложной регистрации для многих управляющих проще разобрать катушки, чем строить под ГОСТ. На сегодня получить сертификат на горку во всем Улан-Удэ решился только этнографический музей.